Если мы говорим про развитие космических программ, то там есть одна линия, которая в принципе идет постоянно и она связана с научными исследованиями космических пространств, и она так или иначе зависит от объема финансирования, который выделяют заинтересованные лица на эти исследования. И эта линия продолжается и она будет продолжаться, и это такая стабильная достаточно история, будут изменяться только масштабы, фокусировки и значимости, актуальности здесь и теперь, научных исследований, направленных на понимание устройства Солнечной системы, откуда мы взялись, ответ на вечные вопросы, куда мы движемся. такой научный интерес, как говорят ученые, за государственные деньги реализуют свой собственный интерес и пытаются понять, как оно все на самом деле. Кроме этого можно зафиксировать несколько волн космического развития, которые изначально строилась как военная система, противостояние держав и военные спутники, слежение друг за другом, программа СОИ и прочее, достаточно много сил государства вкладывали в этот аспект освоения ближнего космоса. Потом, когда противостояние систем рухнуло, возник следующий этап коммерческого освоения космоса, когда начали развиваться информационные технологии, появились потребности телекоммуникационных спутников, когда компании получили возможность заказывать на станциях исследования по своим материалам, по каким-то, значит, чистой технологии, и это шло уже не государственные программы, а конкретный индустриальный заказчик. То, начиная с начала 21 века, у нас совершенно четко обозначился тренд, который борно развивается сейчас. Я взглянула на Википедию, в настоящий момент в мире есть 17 частных космических компаний, которые занимаются или планируют заниматься космическим туризмом, суборбитальными полетами, выведением на орбиту космических отелей. И уже сейчас продаются билеты, проведите отпуск не на Канарах, а проведите отпуск на орбите, планируются полеты вокруг Луны. И это такая, значит, мечта стать космонавтом, она становится доступна, ну, в принципе, любому человеку, кому позволяют любого физические возможности. И уже не нужно там много лет опахать в центре подготовки космонавтов для того, чтобы совершить свои там два-три сутки на орбите. То есть это сейчас достаточно дорого, но число операторов полно начинает расти. Появляются новые технологии, которые облегчают вообще возможность доставки и там появления на орбите этих летающих комплексов, начиная с всяких надувных конструкций. Нам уже не надо тащить металл, мы тащим на орбиту лёгкую оболочку, которая расправляясь, даёт нам объём полетаемого модуля. И сейчас буквально вот недавно появляются 3D-принтеры, которые прямо на орбите могут тебе собрать необходимые запчасти. Что, ну, значительно меняет вообще всю систему вот этих государственных полётов, которые была ранее. наряду, если до недавнего времени там было по пальцам можно было пересчитать ракеты, способные выводить полезную группу на орбиту, то груз на орбиту, то сейчас дракон, частная компания, уже доставляет грузы к МКС и возвращает их обратно. И имеет большой заказ на там последовательность таких полётов. И есть ещё ряд компаний, которые делают то же самое. фактически широкомасштабная программа освоения космоса остаётся пока только у Китая, которая очень активно запускает все новые и новые спутники, проводит исследования, собирается осваивать Луну. и другие страны, они тоже включаются в это, там, Индия, Иран, они, всё больше народов у нас появляется на орбите, при этом там сталкиваются интересы как не очень крупных, там, частных инициатив. И, как товарищ, просто, там, миллионера взял и построил надувную частную гостиницу. Это, вот, вообще очень частная история. Там, за ними стоит, там, большая компания. Просто у него достаточно накоплено личных средств, которые он воплощает в такую форму самореализации. Если мы говорим о мире сейчас, то он, как раз, в защитной степени даёт людям возможность, потенциальную возможность реализовать какую-то свою мечту. И третья история, о которой можно говорить, о которой очень сильно звучит, это на тему, зачем нам, там, другие планеты. Зачем нам так тратить огромные средства и гонять эти марсоходы на Марс, и вообще стоит ли нам осваивать Марс, там, а пилотируемые полеты на Марс там намечены в пределах, там, от 20-го до, там, 35-го года. Есть несколько проектов разных стран, ну, совершили пилотируемую экстрадицию на Марс. И пока, ну, те исследования, которые идут, они, собственно, выясняют, они опасны для человека туда слетать, потому что основное ограничение сейчас это в непонимании, ну, как бы, возможности влияния структального перелета на, там, биологические возможности человека. Что влечет за собой, ну, такую разработку и появление новых защитных средств, которые как-то должны компенсировать, там, иную гравитацию, и, там, долгое пребывание в невесомости, выход из подзащитного поля, магнитного поля Земли, защищающего от космического излучения, вот, связанные с этим, ну, как-то, опасениям. И, отвечая на вопрос, зачем нам стремиться на другие планеты, ну, те аргументы, которые говорят ученые, которые настаивают на том, что необходимо, это основной рефрен расширение ареала обитания человечества, является условием поживания элита. То есть мы летим на Марс не за ресурсами, мы летим на Марс не для, там, того, чтобы понять, что произошло. Наша задача заселить на Марс некую автономно существующую, воспроизводящуюся колонию, которая в случае катаклизма, зимнего катаклизма, как бы, сохранит, там, возможность, ну, там, продолжить человеческий род.